Забег стартовал на входе скайпарка, далее прошел вниз по скалам, через Ахштырскую пещеру, к подвесному мосту у форелевого хозяйства. На другой стороне реки Мзымта участников ждал подъем вдоль корабельных скал, а у карьера спуск в Дзихринский каньон. Далее вверх по тропе через Тисо-Самшитовый лес, а от него на подъем к мосту Скайбридж. По нему финишная прямая. Всего на старт вышло около 120 взрослых бегунов. 90% бежали здесь для удовольствия, делали сэнфи, делали фотографии в разных местах. Победители тут, как бы, люди опытные, но они тоже сказали, что трасса тяжелая. Для детей в возрасте до 14 лет был отдельный забег – мишки-гамми. Дистанция гораздо короче, чем у взрослых, но тоже связана с перепадом высот. Зрители как взрослого, так и детского пробега утверждают, что природные красоты создавали особое настроение. Безусловно, это такая была мотивация. Ты отсюда стартуешь, и ты знаешь, что тебе нужно преодолеть некий круг, пробежать. И все время ты видишь вот эту вторую сторону моста, где финиш, и как бы нацелен туда добежать. Ребята, все приезжайте, получите горы удовольствия, посмотрите скалы. Мы бежали по скалам, было красиво. Я там даже махал. Кто смотрел в бинокль, говорят, люди видели. То есть ты бежишь, и процентов, как говорил Андрей, 70 раз, и тебя видно. То есть болельщики могли наблюдать с моста. Множество участников пробега живут в Сочи. При этом для некоторых заповедные тропы каньона стали открытием. Но повод вернуться теперь есть. Забег решено проводить ежегодно.